Так, это у нас полнолуния, 22 августа 2021 год, 22.42 по Киеву, Харькова Ну, я думаю, облачность видно, и поэтому снимать приходится Через такие, как бы, прорехи в облаках И вот, кстати, прямо сейчас я, наверное, сниму Сатурн Потом вернемся к Луне Потому что как раз Сатурн сейчас Будет за облако прятаться Сатурн. 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 Не успел спрятаться. Ну, хорошо, тогда пошли пока снимем Юпитер, который как раз внизу Луна, в нижнем левом углу, а вверху справа Юпитер. Очень рядышком они сегодня. Да, это где-то еще съемка вот так маневрировать Между прорехами К сожалению, только один спутник сейчас везен. Галилеев рядом с Юпитером. Справа Калиста. Вот это он на экране, надеюсь, видно его. Европа и Ганимед. Ёлки-палки, я их вижу перед Юпитером. Вот это да. Ну, то есть не их, а, наверное, Ганимед я вижу. Вряд ли его. Но я точно вижу черную точку. Вот это номер. Вот это номер. Я точно вижу черную точку Ганимеда почти в центре, чуть левее Юпитера. Вот это класс. А Европа должна быть чуть правее этой точке. Ну, она, конечно, гораздо меньше. Ганимед все-таки самый крупный спутник солнечной системы. И даже непонятно, то ли мы Ганимед видим, то ли тень от Ганимеда на Юпитере. Ну, я совершенно железно вижу черную точку на Юпитере. Ох, ёлки, я надеюсь, это будет на экране видно на большом мониторе. Какой класс, 600 миллионов, 500 тысяч километров. Вышел поснимать полнолуние, слышишь? А тут такой сюрприз. Ох, ох, я вижу Ганимед перед Юпитером. Какая красота. Все, я вижу Европу перед Юпитером. Маленькую, совсем дохленькую, она чуть правее, чем центр. Вот это свезло, так свезло. Вот уж не ожидал. Во-первых, у нас сегодня ливень был. Вообще облачность, опять же, сплошная. Руку на отсечение даю, что я вижу абсолютно на одном уровне друг с другом. Ганимед и Европу как два глазика. Вообще точно как два глазика на лики Юпитера. Маленьких, ни одного размера. Ну, кому как повезло. Слушай, сейчас попробую. Ох, блин, сейчас будет еще чуть-чуть меньше выдержку. Ну, конечно, Европу совсем. Ну, это выглядит как тыква на Хлогин, точно. Два глазика. Это бровки нахмурены экваториальных полос. Ну, это шикарно. Хорошо, пошли к Луне. У нас, в общем-то, сегодня полнолуние. И, как говорится, пастор, мы здесь не за этим. Да, сейчас Юпитер скроется за облаками. Мы пока полюбуем соломой. И будем питать надежду. Питать себя надеждой, которая умирает последней. Я думаю, что разойдутся такие облачка. И получится нам снять сегодня и полнолуние, и Юпитер, который на ближайшем расстоянии к Земле 19-го числа был. И Сатурн, который на ближайшем расстоянии к Земле 2-го августа. Все пишут, что лето заканчивается. Ой, ты видишь, какие облака. Лето заканчивается. Лето в августе только начинается. Вот тебе, пожалуйста, 2-го августа. Одни события 2-го августа. Противостояние Сатурна. Ух ты, птички летают. Очень классно. Конечно, бегущие облака на фоне Луны. Это красиво. Птички тоже колориты добавляют. Так, сейчас все. Попробую штатив переместить. Чтобы Луна через кадр проходила. О, как хорошо. Да, вот тебе, пожалуйста. Кратор Платон 100-километровый, идеально круглый. А вверху мы уже линию вечернего терминатора видим. Потому как полуния была сегодня, по-моему, в 3 часа ночи. То есть, если вчера я снимал, и у нас линия терминатора была слева в кадре, то теперь у нас она справа в кадре. Да, ну я, конечно, в восторге. По поводу... Еще одна... Неопознанная летающая птичка. А вот и кратер Аристарх забелел. Так, снимаю я. Что-то опять часто стали в комментариях спрашивать. Какой телескоп? Это не телескоп. Это фотоаппарат Nikon QPXP-1000. На штативе. Больше ничего нет. Ай-яй-яй, как-то нехорошие облачка. Справа совсем нехорошие надвигаются. Может, это окажется единственным дублем. На 22 число. Даже наверняка. Ох, и ветер поймался. Ох, и ветер поймался. Ну, хорошо. Вот тебе все красоты. И кратер Тихо. И кратер Платон. И кратер Аристарх. А больше я ничего не знаю. Сейчас. Вернем нашу красавицу в кадр. Да, уже совсем близко тучка. Сейчас она нашу прелестницу закрывает. Сатурн я прозевал, конечно. Ну, что ж поделаешь. Да, линия Терминатора поколоритнее, конечно. Там, где игра света и тени. Вот кратер Тихо. О, еще тут посмотри, как уголок орнитолога у нас тут. Птички или летучие мыши. Ну, вот видно, что дошла эта облачность до Луны. И, наверное, это все. Остальное, наверное, придется завтра с утра снимать. Или уже завтра вечером.